всем привет друзья мои посмотрите что у меня произошло я была просто в шоке только вчера смотрите что это такое покажу сейчас хорошо еще бумажкин убрал здесь эти все цветы у меня упали представляете мои такие красивые цветы они все посмотрите поломались вы видите сколько как поломались час их надо всех воду какой был цветок обалденный ну наверное это все к лучшему я так переживала аж мне давление наверно поднялось когда увидела что на балконе все но они действительно разрослись и может им маловат этот уже был да ну так и сделалось бог говорится помог им очень сильно разрослись ничего вырастут больше цвета и тепла будет вроде бы не то что поломалась я уже спрятала туда это буду разгружать вот это уже видно она не годится я не знаю почему она упала конечно и фигня это все но вот мне появилась с тела работа главное что этот цветок порядке сейчас я вот так поставлю вот здесь и не стоит куда бы мне его поставить в общем найдут друзья мои поставить у меня работа прибавилась погодка у нас сегодня какая вы видите наконец-то осень пришла только осень из резко редко резко перешла 8 а я вот сижу с цветами и разбираю этот вообще надо выбросить как неохота с ними возиться еще увидела здесь поломанную веточку поставила все водичку вроде бы все какой был шикарный цветок да ну ничего значит так должно было быть сейчас мне надо какой-то большой найти для него воршок у меня там кое-что есть посмотреть надо ну точно не сегодня сейчас вот это подмету буду хорошую погоду заниматься цветами вот где перец можно было пересадить перец трогать посмотрю может есть у меня большой горшок вообще я решила вот такие цветы везде посадить они и красивые цветут и ой друзья мои как упало это сегодня все у нас гостях знаете кто сизмира дядя мужа по-моему здесь живет сколько времени переехал недавно вот только первый раз пришел ну я естественно их чаем с пирожками угощаю в общем вот такие друзья мои дела у меня пошла я работать уберу это все подмету решила я заняться уборкой посмотрите кто у меня здесь ящерица видите сейчас я ее слигну м . видите друзья мои хотела бы с вами поговорить балкон я оставила так как есть потому что не охота мне было его убирать и решила с вами поговорить рассказать эту ситуацию которую я обещала что же произошло и что происходит моей жизни вы как знаете как курсе того что у меня двое детей дочь и сын ну а дочери вы внуков тоже видели в моих сериалах турецких сына тоже видели в моих видео и мой сын многие из вас знают что он будущий капитан я в этом просто не сомневаюсь вот уже визуализирую как мой сыночек стоит на самой этой вышке и ведет корабль но вот такие вот у меня мечты реальные так вот мой сыночек наконец-то дождался своего очередного рейса боже мой два месяца он был в ожидании после того как уехал из турции из мерсина я уже была конечно и нервничала и звонила в этот офис и с его начальством разговаривала если бы говорю знала что такая будет задержка он бы остался у меня в мерсине на что они говорят все будет хорошо ждите 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 и ждите наконец-то дождались и вот мой мой сын уехал улетел в америку в сан-франциско он был очень доволен что будет плавать в водах америки и мы были с ним на связи он делал перелет из через стамбул потом еще как то очень долго летел но 24 часа мы с ним общались когда у меня была глубокая ночь у него был день поэтому я до трех до четырех часов ночи не спала и ждала когда мне напишет мой сыночек конечно впечатлений у него очень много а в этой америке в сан-франциско он был такой доволен что наконец-то уехал из батуми и займется своим любимым делом и займется любимым делом и три дня он был на суше и гор питание у нас было отличное он как-то пропал потом пишет мне я сдал тест жду ответа и поднимусь на корабль через какое-то время и вдруг он пропал друзья мои пропал две ночи и три дня я не могла найти себе место у меня сразу какие-то плохие мысли в голову приходили что произошло неужели тест положительный его забрали в больницу вы сами знаете все плохое приходит сразу в такой момент когда ребенок исчезает из поля твоего зрения написала я в батуми к этому начальнику они говорят не переживайте все нормально у нас судни как на судне когда он в интернете нету три дня его говорит все нормально светлана не переживайте и вот наконец-то вчера мне написал телеграме у кого-то видно чужого телефона написал несколько строчек что мамочка у меня все хорошо я на судне все нормально интернета нет как будет я буду на связи и люблю тебя целую это наверное самое приятное для матери когда с ее ребенком все в порядке после стольких дней стресса да и слава богу все хорошо так что вот так мои дорогие друзья я прошу я вот немножко нервничала и могла написать вам и сообщить может и потерялась как-то такие видео делалось вниз сумбурные лишь бы что-то для вас до выложить что чтобы вы знали что я не потерялась но жизнь такова мы к сожалению всегда с чем-то боремся боремся за свое место за свое место под солнцем боремся за счастье своих детей блин когда же нам отдыхать а ну вот и пришло то время и момент когда я буду отдыхать так что вот такие вот у меня были новости они закончились хорошо и главное я рисовала нейрографику со села постоянно рисовала рисовала и и естественно благодарю тебя вселенная и боженька за то что ты исполняешь все мои желания и мечты будьте добрыми друзья мои не ищите в каждом человеке негатив ведь этот человек подумайте сами не причинил вам никакого лично вреда он не пришел к вам домой он не ворвался к вам на кухню не начал лазить по шкафам он не залез в ваше чистое белье а этот человек находится по ту сторону экрана который живет своей жизнью показывает то что есть показывает ту жизнь которой он проживает без всяких красок то что есть и гордиться тем что имеет и почему у вас такое негативное отношение к этому человеку подумайте пожалуйста и пересмотрите свое мнение почему вы злитесь на этого человека и вам неприятно писать ему что-то хорошее но если вам неприятно смотреть на этого человека просто ничего не пишите ведь поймите если вы скрываете от меня свое лицо я не вижу вас но от бога вы ничего не скроете вы поймите это все возвращается бумерангом будьте добрее и вы будете более счастливее более позитивные целеустремленные и у вас все будет хорошо и самое главное вы будете более здоровыми находите во всем позитив в каждом человеке если он не пришел вашу жизнь не ворвался не нарушил не нанес вам физическое увечья моральный ущерб вот тогда вы должны относиться к этому человеку хорошо на этой ноте можно и закончить наш душевный разговор с вами с моими зрителями ну кто-то может и увидеть себя в моих высказываниях и воспримет это к себе поверьте как мы относимся к окружающему миру так и окружающий мир будет относиться к нам от бога ничего не скроешь мы все дети божьи какой бы вере мы не принадлежали бог у нас один и мы живем под присмотром бога поэтому делайте только хорошие дела чтобы у вас мыслях были только хорошие мысли злость негатив убирайте все и ваша жизнь намного изменится и бог вам подарит счастье если у вас нету счастья мне так приятно получать от вас комментарии с благодарностью как мне написано в шапке моего профиля я бесплатно консультирую девочек которых отношения с турецким мужчиной у того кто находится в депрессии у кого потерялся смысл к жизни я своим позитивом заряжают таких энергии и если вам кому-то нужна поддержка или совета пишите мне в директ я с удовольствием с вами пообщаюсь так мои дорогие я готовлю на ужин турецкое блюдо сборная тоже не знаю название потому что добавила сегодня сюда нохут и рис и булгур все вместе что-то очень захотелось после пирожков вчерашних жидкого а здесь я готовлю сухари буду готовить что-то очень интересное новое покажу вам вот мой обед готов из сухарей я приготовила а из вот этих хлебцов я приготовила сухари яйцо масло растапливается и грибы и покажу вам что из этого выйдет смотрите видео на тик токе полностью рецепт посмотрите какие красивые грибочки мне получились спасибо олечки моей подписчице которая рассказала как приготовить такие грибы очень легко смотрите в тик ток инстаграме везде смотрите это короткое видео